как всегда топим до этого топили 15 и 15 по макс теперь топим 15 про будем надеяться что это дело не погибнет стандартный у нас потому что 14 про как раз 14 про в прошлом году у меня в тех же условиях погиб включаем 4к 60fps камеру топим топим как мне говорят ты ребро пониже ставь а то над водой ну над водой сейчас ничего нет а кстати видео отрубилось давайте-ка еще разок попробуем видео может быть сейчас не отрубится сейчас вроде не отрубилась пока ухты ёшки почти упал почти упал и в целом он пережил напоминаю канал польза нет топим все что имеет айпи 68 иногда не только и 68 обзор будет максимально полным сравниваем его с 13 про максим великолепного дня всем привет вы на канале пользы нет меня зовут сани здесь только подробные обзоры долгие стримы сегодня вопреки всему несмотря ни на что я расскажу вам о смартфоне под названием iphone разумеется apple 15 про меня в руках 14 про макс и 13 про макс я сравнивал их с 15 про макс 13 14 15 про макс и я вам скажу что это абсолютно разные устройства начиная от качества материалов и заканчивая структурой если говорить про 15 про кратко у нас здесь 120 герц экрана очень прочный корпус даже по поводу тестов если смотреть это в 15 про макс кто-то как-то сломал еле-еле у нас здесь есть направленный микрофон защита от влаги возможность подключать флешки к тайпсишнику тайпсишник юсби версии 30 если говорить о камерах здесь у нас телевик x3 под apple vision это дело сможет снимать объемные видео есть возможность снимать в прорез 4к 60 фпс есть возможность в логах снимать это профессиональная съемка разумеется здесь помимо вышеперечисленного есть еще дополнительное шумоподавление хотя если честно в звонках я не не заметил этого фейс айди который является чуть ли не лучшим в плане защиты и обо всем этом можно прочесть в рекламе что они добавили кнопку и по большому счету тайпсишник если говорить о каких-то других вещах то можно отметить 3 нанометровый процессор это новое но не какой-то супер быстрой памяти нет недостатков море и по мне это самое удачное из моделей айфонов в линейке сейчас но самое провальные из того что я тестировал именно в плане программного обеспечения расскажу вам про все недостатки сравню его с айфоном 13 pro max расскажу в конце мое видение стоит ли это покупать за какие деньги я приобретал его себе сам в магазине как и 14 pro max и 15 pro max и 13 pro max и 14 плюс еще много других айфонов поэтому могу вам сразу спойлернуть сейчас бежать где-то в магазинах это дело не стоит хотя бы по той причине что это самый недопилен айфон из тех что я держал в руках за все время в плане программного обеспечения сегодня возможно вы будете сильно разочарованы распаковка упаковка стандартная на ней есть краткие характеристики название изображения модели в комплекте мы имеем сам смартфон руководство пользователей кабель для зарядки с тайп си на тайп си вес смартфона 187 граммов а габариты составляют 146 на 70 на 8 целых три десятых миллиметра розыгрыши море читаем описание какие сейчас актуальны постоянно это 5 ми бэндов 7 серии разыгрывается за лайк подписку комментарий к любому видео ежемесячно не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал там много всего полезного с аналитикой цен и недостатками в режиме реального времени устройств которые тестирую подписывайтесь колоколом перейдем же к смартфону полетели 15 про можно приобрести в черной белый синий титановой расцветки тыльная часть выполнена из матового стекла рамка титановая ну а с фронта керамик шилд с неплохим олеофобным покрытием все стандартно но чтобы я не говорил без чехла не носить сборка качественная материалы хорошие на думаю все уже насмотрелись краш тестов различных других тестов на просторах интернета к слову именно 15 про в этом знаменитом ролике где 15 про макс ломают сломать не смогли защита от воды стандарт айпи 68 на борту в начале ролика вы видели как я топил данный смартфон далее в руке смарт лежит удобно пользоваться одной рукой разумеется можно комфортное ощущение что это вообще компакт на корпусе расположена кнопка питания качели регулировки громкости и новая кнопка на которую можно повесить любую команду из предоставленных настройках только я задумался сразу о том почему бы на эту кнопку нельзя было повесить отпечаток пальца правильно это первый момент а второй в агэшном чехле за две недели я не привык пользоваться данной кнопкой неудобно для кого-то данное нововведение оказалось не столь удобным а кому-то данной функции не хватало плюс многим не хватает то что туда не завести несколько кликов далее разъем usb type-c версии 3.0 до 10 гигабайт в секунду поддерживают технологию otg дисплей порт подключать к айфону можно много устройств от внешних накопителей до компьютерных мышек далее на корпусе имеется микрофон и стереодинамики качество звука достойной динамики громкие мини джека и к порта разумеется не завезли вибромотор тактильно приятный но настроить силу вибрации у него нельзя это просто эпичнейший файл потому что когда ты привык более кстати качественному мотору и объемному на тех же ван классах еще и не иметь возможно всего настроить горю чем больше пользуешься флагманами тем тяжелее оценивать iphone как вау потому что очень много решений сейчас лучше чем у яблоко по очень большому количеству элементов смартах других производителей смартфон оснащен супер дитина xdr олед дисплеем по мне дисплей здесь лучше на рынке на 6,1 дюйма с разрешением 2556 на 1179 пикселей и плотностью пикселей в 460 ппи исключая плотность пикселей потому что по мне все-таки флагманская то 500 ппи динамический остров стандартно на борту для отображения оповещений действий в режиме реального времени а также в режиме ожидания в котором экран смартфона может отображать время фотографии и не только always on display с интеллектуальными алгоритмами для экономии заряда батареи тоже здесь поддержка dolby vision hdr10 и hlg контрастность 2 миллиона к одному широкая цветовая гамма разумеется сто процентов 10 и p3 матрица экрана абсолютно плоская максимальная яркость 1000 нит пиковая яркость 1600 нет и пиковая яркость на солнце 2000 нет а по факту самое важное что вы должны запомнить я измеряю что шим что яркостью всех экранов и здесь самый яркий экран 1400 нет при отключенной автояркости на максималке без пиковой и ни один из смартфонов кроме айфона такого не может показать экран яркий но напоминаю в играх яркость значительно сбрасывается я гонял 15 pro max тот вообще сбрасывал до 250 нет это просто от ас потому что играть невозможно этот сбрасывал до четырех сотен нет и в принципе играть было можно 480 нет почти 500 играть было прямо комфортно и это за час одновременным стримингом на твиче в целом смарт молодец от айфона такой не ожидал используются технологии адаптивной частоты обновления экрана до 120 герц шим выше 40 процентов не поднимается что является средним результатом но 36 процентов это все равно много мультитач смартфон не поддерживает экран на 10 касаний одновременно не откликается только 5 и сразу где его можно использовать этот мультитач разумеется в имитации допустим какого пианино если вы занимаетесь drum and bass am если вы занимаетесь тем что пишите музыку а еще если научитесь играть шесть пальцев а здесь возможно только пять и вообще touch отрабатывает просто ужасно что на айфоне пятнадцатом что на айфоне пятнадцать про что на айфоне 15 pro max на те два смартфона уже обзоры на канале плюс еще на лайв канале много обзоров с тестами посмотрите обязательно кого интересует разблокировать экран можно при помощи face айди срабатывает данная система отлично но зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица и плюс еще в другом стиле допустим с очками плюс еще с маской можно печально что здесь чего нет правильно сканера отпечатков пальцев в экране нет ни сканера отпечатков пальцев какой кнопки хотя бы хотя с другой стороны face айди то маст хэв если у вас есть банковские приложения наверное самая самая безопасная штука какая есть для этого у меня 13 pro max до сих пор лежит чтобы пользоваться банками здесь установлен у нас новый бионический чип а 17 простых процессом 3 нанометра это супер мега топ с шестью ядрами максимальная частота которого 3,7 гигагерца также смартфон имеет новый шестиядерный графический процессор который стал быстрее на 20 процентов и новый 16 ядерный нейронный движок как и в 15 pro max интерфейс ios 17 версии они уже три обновления выгрузили 1703 это уже адекватное обновление уже меньше греется оперативная память на 8 гигабайт добавили они 2 гектара внутренняя память на выбор 128 256 512 гигабайт и 1 трабайт я выбрал на 256 имеется поддержка высокоскоростного вайфая 6 и серии смешно когда уже есть 7 правда вилл теви о вайфай поддержка и сима 5g сетей ниже для 4g 7 20 бэнд на борту связь смартфон ловит хорошо отлично я бы даже сказал по сравнению со всякими флагманами третьего эшелона которые вообще не ловят звучание при звонках отличное микрофона отрабатывают корректно как и датчик приближения bluetooth версии 5.3 хотя уже во флагманах андроидов стоит 5.4 но яблоко на то и яблоко nfc поддерживается как gps с поддержкой gps глонас глео qz ss байдол и навик из датчиков на борту лидарные сканер face id барометр гироскоп акселерометр датчик приближения и двойные датчики освещенности аккумулятор в данной модели 3274 мАч смартфон поддерживают проводную зарядку до 30 ватт беспроводную мега сейф до 15 ватт и стандарта че до 7 с половиной ватт заряжается от 0 до сотки в лучшем случае 1 час 35 минут но ввиду того что он перегревается он обычно у меня заряжается угадайте за сколько правильно часа 20 половиной 2 10 потому что на 80 процентов он говорит друг мне не важно что у тебя оригинальная яблочная зарядка мне не важно что у тебя оригинальный кабель на 80 процентах у меня перегрев поэтому подожди остальные 20 я заряжу тебе через 30 минут я такого не ожидал за час просмотра видео на ютюбе у меня уходит в среднем 6 7 процентов заряда по вай-фаю при 100 процентах яркости в играх с одновременным стримингом на твиче уходит в час 30 процентов заряда иногда 26 но на лайв канале я еще помимо тестов твиче выгружу шорт где я час буду гонять данный смарт и вы увидите как он за час сбрасывает яркость без твича и плюс за час сколько у него поедается батарея напоминаю они еще десктопные игры переносят на яблоки и скоро мы будем обкладывать все это дело льдом и кулерами и играть в вещи которые играли раньше только на компьютерах перейдем же к тестам в antutu в iphone выдал разумеется больше полутора миллионов тысяч попугаев сторож тест показал скромные 76000 bench 6 в сингл кори 2909 мульти кори 7237 и в gpu metal score 27445 основной блок камер с тыльной части имеет светодиодную вспышку true town основной сенсор на 48 мегапикселей 24 мегапикселя с апертурой 178 оптостабом сверх ширик на 12 мегапикселей 13 миллиметров с апертурой 2 и 2 и углом обзоров 120 градусов трехкратный телефото сенсор на 12 мегапикселей 77 миллиметров с апертурой 2 и 8 и оптической стабилизации телефото на 12 мегапикселей 48 миллиметров апертура 178 запись видео доступно в максимальном разрешении 4к 60fps 8к не завезли как и 120 fps для 4к и вряд ли это появится а еще не завезли 4к 60fps для киноэффекта это тоже очень плохо смартфон имеет трехкратное оптическое увеличение двухкратное оптическое уменьшение и шестикратный диапазон оптического увеличения 15-кратный цифровой зум если сравнивать 15 pro max то у старшей модели пятикратное оптическое увеличение 25-кратный цифровой зум в старых моделях айфонов а у меня есть и 13 pro max 14 pro max переход на ультраширик отключен а здесь его добавили хотя это программный вообще очень много программных вещей которые добавили в новую линейку но почему-то не добавили в старую хотя это возможно настройках камера есть некоторое количество настроек фронтальный сенсор true deep на 12 мегапикселей с автофокусировка апертуры 1 и 9 максимальное разрешение для съемки видео у него 4к 60fps на борту имеется макросъемка сверх ширик на 24 миллиметра 28 48 миллиметров при использовании двухкратного оптического зума пространственные ролики предназначены для apple vision про что и неудивительно это прям тоже бомба запоминайте две бомбы это десктопный перевод игрушек и вот это дело apple vision про много кто купит и я тоже короткие примеры вы сейчас увидите iphone 13 pro max и iphone 15 про виде разницу вот по заднему зданию позади топса видно лучше на 15 про по мне если говорить про вывеску и дальнее здание мне кажется что 13 про макс просто уже уставший и смотрите как он отрабатывает с светом небо и земля конечно ультраширик можно переходить на вот это странно что на 15 про добавили функцию что можно переходить она 13 про макс ее нет хотя по идее с прошивкой должны были добавить и ультраширик смотрите какое количество шумов относительно 15 про все-таки если смотреть через поколение почему они сравнивают 14 промах потому что я 15 промах 14 промах сравнивать можете посмотреть на канале вот здесь прямо все явно видно что x3 допустим включаем и дальше смысла нет включать почему потому что прям вообще космос разница просто космос и все но если говорить о фронталке ничего не говорить достаточно один раз посмотреть правда сейчас 13 макс пытается что-то сделать но разумеется и 15 про ничего волшебного не потому что нет освещения насчет микрофонов как говорят многие очень правильно которые люди у которых есть возможность качественно воспроизводить звук те у кого нет возможности все время говорят почему айфона такой тихий микрофон у кого музыкальные слуха есть возможность прослушивать то что записываю в нормальном качестве они замечают что яблочко у яблочко микрофоны даже очень музыкальные ничего но это уже другая история вот так примерно вы сможете себя снимать давайте даже пройдусь чтобы вам интересно было зайчиков половим ролик шаттер половин и не найдем целом вот так 4к 60 с 15 и 13 про макс и я думаю что разница безумно заметно особенно по работе со светом и целом как говорится смотрите на копыта не так ужасно 13 пробок снимает но разница огромная ультра ширик не переходим понятно с него ну а телевик что дает вот посмотрите вот что дает телевик хотя опять же ночью он дает шум и он дает надписи все довольно четкие что на одном что на втором смартфоне говорится движение принципе минуты достаточно значок макдональдса все знают на ультра ширике разница огромную планы качества и фронталка 4к 60 fps съемка огонь что на одном что втором без сарказма хорошо не снимать 4к 60 fps лифт как всегда вот я только что ходил снимал 20 минут обзор одним кадром это 13 pro max вот так сможете себя снимать если захотите принципе неплохо яблоко маленький даже моей маленькой руки она кажется компактным и настоятельно рекомендую разумеется 4к 60 fps смысла в 1080p снимать на iphone нету потому что он и так снимает отлично 22 минуты короткого обзора на 15 про одним кадром можете посмотреть основного модуля на лайв канале обязательно посмотрите кому 15 про интересен почему потому что просто вживую как работает эта штука и вот относительно 13 pro max как она может работать x3 x3 x2 был проб все и также немного фронталки думаю все и так сделали все выводы у кого есть 13 pro max но нет 15 если смысл если работает смысла нет ну что же как говорится начало банкета справа у нас что правильно неизвестно что и слева у нас iphone 15 pro black triple камера и апертура 2 и 2 справа у нас iphone 13 pro max насколько хорошо один и второй справился вы сейчас можете наблюдать и по большому счету плюс-минус я бы сказал одинаково вот эту фото то мне больше нравится 13 pro max хотя по ощущениям нет если посмотреть на это здание все-таки лучше пятнашка 15 про трамбу напоминаю что у нас разница гей какая по поколениям то есть я через поколение специально сравнивал и это прилично так зато если сравнивать основной модуль то вы видите да разницу у нас справа 15 про здесь у нас 13 pro max и я вам скажу еще раз исходники будут у меня в телеге ну здесь небо и земля вы сами я думаю видите что 15 про очень сильно в лучшую сторону отвели отличается я вам скажу что еще и по цветам он выигрывает 13 pro max справа и 15 про точнее слева и 15 про справа на вскидку освещение против солнца и здесь фронталка однозначно лучше отработала у 15 про и рубашка и все он реально фоткает с фронтальной камеры лучше хотя опять же здесь у нас был портретный режим здесь у нас оля портретный с небольшим получается размытием нет портретный апертура 19 и со 62 вот так самые интересные примеры здесь вам нужно будет мне довериться почему потому что вот здесь у нас 15 про почему-то информации нет а слева по номеру файла это у нас 13 pro max и если смотреть на фотографию ночную то и по детализации по цветам и по шумам и по искажениям 15 про уделывает 13 pro max по полной вот она ночная съемка пожалуйста вам сразу видно довольно большая разница хотя с опять же со светом вы видите как сыграл источник освещения в 15 про это проигрыш относительно вот этих штук с другой стороны такие ореолы это тоже нехорошо в целом этот и другой смартфон для ночи справился неплохо учитывая что фотографировали они против источника освещения но если сравнивать именно по детализации качество фотографии то однозначно 15 про выигрывает по полной программе и сравнение ультрашириков здесь у нас ультраширик на 13 про здесь ультраширик у нас точнее на 15 про это на 13 pro max если говорить про информацию здесь у нас не записал если говорить про эту информацию наверно тоже ее нет почему-то именно у ночных фотографий photoshop не видит здесь невооруженным взглядом видно что ультраширик по полной программе ночью уделывает на 15 про 13 pro max и ты сразу видим прогресс на согласитесь что небо и земля искажение разумеется есть но не такие сильные у 15 про поэтому достойны ну и разумеется киноэффект 4к 30 fps к сожалению 4к 60 fps они не добавили будем надеяться что рано или поздно добавят потому что штука очень классная для даже не только для блогеров вообще для всего для всех вот так и к 60 fps основной модуль ультраширик основа x3 в лифте на телевик еще с вспышкой ощущаете ультраширик и основная x2 и x3 я кстати пересматривал 15 pro max съемку одним кадром то что на лайв-канале скажу все плохо пока плохо именно лицо хорошо что объекты снимаю правда река 60 fps iphone 15 про зеркало как у меня прошлый раз было нарезки попало что я стоял вот лифте девушка заходила я вырубила получился кусок такой я снимаю лифт и удивленные глаза человека такие которые или другого человека который разговаривает зеркалом не весело ну вот так вы сможете снимать розовый шлем черный шлем и фиолетовый шлем угадку угадали где я буду тестировать этот смартфон 4k 60 fps основной модуль я вам скажу я наверно 1 день нажимал на экран при том никаких защитных пленок у меня не стоит и это проблему всех айфонов просто не знаю чем дольше я пользуюсь что 15 pro max уже не вытаскиваю из рук что 15 про тач я не знаю как они будут запиливать но что-то делать не надо потому что это вообще не дело если говорить о съемке вы сейчас прекрасно как не часто повторяют не комплиментарно ну кто будет использовать смартфон для подобной съемки первое кстати я не знаю в этом ролике говорил или нет я вижу десятки просто сотни людей которые используют камеру таким образом в основном правда они сидят на пассажирских движениях и плюс снимают вертикалочки шортсы но людей таких просто море это 1 2 кстати можно включить ультраширик а если ты снимаешь подобное ну опять же на смартфоне потом смотреть качество топ и в движении ну хорошо не на байке ты на велике снимаешь машине снимаешь через окно все равно очень много подобных вещей особенно при травле каком-нибудь у людей приключается чему это все попытка натянуть опять сову на глобус чтобы объяснить зачем я снимаю вообще смотрите ветер сильный шум большой направленный микрофон сторону сейчас вот у меня ну все отлично отлично если не слышите не отлично но обычно микрофон и яблоко ругаются те у кого плохие динамики к слову это не попытка объяснить что динамики хорошие только у меня но я колонка у меня приличная поэтому я все время удивляюсь когда люди пишут что зашлачный микро а я слышу что там просто даже быть по частоте по разбитию когда ты слушаешь там больше всего микрофонов яблоко но это лирика надеюсь что-то вы услышали вот так будет он снимать ночью в движении без движения давайте попробуем поехать до светофора чтобы вы услышали как микрофоны без ветра могут если меня сейчас никто не снесет отрабатывать вот так неплохо нехорошо по мне прилично но лучше про чем прошлое поколение вот кстати ультра ширик и пелевик ночью ночью еще и ну норм танталка 4к 60 fps и много пересвета но а так все куда бежать все пора ехать авто можно еще поснимать правильно если я буду ехать почему нет главное включить поворотник обозначить свои намерения и подождать запоминаю что разумеется если ты едешь куда-то все внимание на дорогу никаких взглядов в камеру это раз-два без признаков остаточных таких вида а видов обвинений примеров надо мало не бывает а вот это для интереса 4к 30 fps вот смотрите запомнили посмотрели а это 4к 60 fps что-то я не вижу что 4к 60 fps было хуже чем 4к 30 fps вообще странно ультра ширик 4к 60 fps в движении основа телевик ультра ширик минусы сбрасывает яркость в играх греется во время повседневного использования нет мультитача на 10 касаний нет а чайди медленная зарядка комплект поставки скромный кабель при том версии 20 но опять же то есть флагманов 30 кабель запихивают в себе в комплект и да никто также как зарядки нет ни у кого по поводу работы самое ужасное по у яблоко это вот эти три недели что я тестирую данное устройство я не знаю почему я не знаю для чего но даже нормальный телеграм у меня не работает камера вылетает вместо камеры черный квадрат не знаю раз 50 уже было и я в шоке просто с яблоко потому что такого я не ожидал я три года тестирую получаются яблоки прям активный и вот эти конкретно устройство меня убили цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео чтобы добить себя если промо-коды посмотрите моем телеграм канале скидок по ссылке в прикрепленном комментарии не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощь ему личный телеграм-канал всем кому нравятся подобные контент ставьте лайк знайте вы поможете проекту повторяю что я советую данную вещь покупать подождав чуть-чуть на каком-нибудь авито либо лучше всего вообще ждите того чтобы вы поехали за границу там купили еще получили налоговые вычеты у вас получится smart за адекватные деньги реально адекватные почему я так говорю потому что я часто повторяю что в какой-то момент времени я samsung s23 ультра на старте продаж счастливым лицом покупал за 158 тысяч рублей как говорится в этот момент занавес ничего критичного в этих ценах не до курс шлак но яблоки учитывая что сам по себе доллар инфляционно падает цены не подняли посмотрите сколько в на старте продаж стоил сяоми 13 и сравните эти устройства но это небо и земля хотя бы по съемке ну и резюмировать я бы хотел долгому учительный и на основную камеру смартфона разумеется здесь есть направлен направленный микрофон я напоминаю и какие у него плюсы повторяюсь что на лайв канале у меня есть много тестов лучше из них я считаю это быстро обзор быстрым обзором я называю когда покупаю смартфон тестирую его полностью перед основным обзором я хожу с основным модулем рассказываю про него что помню и там на 22 минуты я рассказываю как раз по поводу того что своих денег сегодня именно в российской федерации он не стоит если вы пойдете покупать его где-то в магазине повторяюсь в ес в азии или еще где-то куда поедете в отпуск а потом еще получите процента с налогового сбора то почему нет почему потому что если iphone 15 однозначно не рекомендую брать это племок самому себе в зеркало 60 герц экрана за 800 долларов но это бред прямым текстом про 15 про могу сказать так что это самый сбалансированный за айфонов с точки зрения игры то есть он у нас яркость не сбрасывал если брать по каким-то другим параметрам много ли здесь нововведений да они десктопные игры собираются на него перевести и переведут если говорить про второй момент тайпсишник все-таки это шаг вперед я понимаю что и я привык тоже к лайтнингу я привык тоже все выгружать через облако но поверьте мне хорошему тоже быстро привыкаешь я уже начинаю привыкать что можно использовать тот же файл менеджера не выгружать в облако или напрямую подключать по кабелю избе 30 компьютеру и скидывать необходимые файлы если говорить про программное обеспечение большего разочарования если вы покупали его вместе со мной вот у меня покупали несколько товарищей у них он перегревался люто у кого-то уже врубался у кого-то поплыл экран то есть я ни разу не видел еще вздутых батареи у знакомых но вот те проблемы о которых пишут в сети это факт была ли у меня такая проблема нет но чего стоит проблему что захожу у меня темный экран много очень раз в обычном приложении камеры чего стоит если я захожу в телегу и не могу снять фотографию потому что дело глючит и не работает то есть не могу сфотографировать телеги не надо заходить в камеру которая глючит и потом уже из галереи доставать фотографию чтобы постить ее в телеграме своем если говорить про смартфон тактильно очень удобный очень приятный вам на это абсолютно бесконечно наплевать потому что если у вас нет возможности платить за apple care есть у меня 14 pro max я не знаю видите вы или нет но он выглядит как будто я украл у бездомного какого-то почему потому что полгода носил его без чехла и да мне все равно что люди подумают но если вам не все равно что у вас будет смартфон просто шлаковый и поцарапанный экран у меня лютые боковые грани и модули камер в целом вы будете носить если у вас есть разум у меня уже появился если вы не блогер в чехле и если он будет чехле абсолютно наплевать из чего у него рамка до удобная до края стали более закругленные не не знаю я все равно буду носить его в чехле потому что так разумней и удобней и так безопасно мне просто повезло что это дело не раздолбалась если вы будете носить его без чехла возможно рамка вас будет радовать но у вас будет всегда ощущение того что у вас в руках душный смартфон потому что она как-то состаренная тарасы два на не застаются чертова туча отпечатков плюсов море минусов тоже море основной минус для меня это то что они наплевали на пола на так долго перегрев во время зарядки это что-то с чем-то я никогда не заряжал смартфон два с половиной часа у меня здесь кондиционер работает у меня плюс 18 градусов в помещении все время в морозилке живу и когда smart говорит друг при 20 ватт с оригинальной зарядки оригинальным кабелем у тебя перегрелся с выключенным экраном но это какой-то сюр я такого еще не встречал и повторяю что все эти недовольства мои и дифирамбы где радуешь смартфону они все кончатся когда эти мелкие недостатки уйдут но они уйдут не завтра банковские приложения при желании вам везде все установят это раз хотя нужно это все делать все равно аккуратно и с умом насчет блокировок давайте не будем рассуждать если вы досмотрели до этого момента вы прекрасно знаете что сяоми загрузчик блокировали у нас недавно все сяомишные пылесосы и все остальное к мехом что привязано сходила с ума арене с ван классом вообще в тупую блокируют устройство и потом ты может быть куда-то кому-то что-то пошлешь их тебе разблокируют яблоко пока такого не делала я не думаю что они будут себе в колени стрелять и будут это дело делать возможно нет мне данный девайс понравился если вы приобретете его я уверен что вам хватит минимум на года три до вы будете каких-то моментах обтекать это в плане скорости зарядки вы точно будете себя чувствовать идиотом если там продолжатся такие же недостатки с камерами надеюсь я не будет этого почему потому что ну тогда яблоко это вообще не яблоко надеюсь что они более-менее адекватно переведут игрушки и выгрузят для себя какой-нибудь кулер если вам интересно чтобы я в играх это дело прогнал то напишите я еще раз повторяюсь использую iphone как основной смартфон для подсъема то есть я на него снимаю на 15 про конкретно будет снимать мой оператор игорь уже через три недели на 15 про макс снимаю я сам до этого на 13 про макс на 14 про макс игорь на 13 про и в целом яблочная продукция стоит своих денег однозначно если вы покупаете ее в долларовую к валенте потому что сравнивать с каким-нибудь там тормознутыми пикселями с трот ли щели ужасными вообще либо с самсунгами с безумным шином да здесь шин космос но не сотка с бесполезным стилусом и менеджерами по продаже которые рассказывают там какое количество иконок у тебя там есть на серьезную если говорить про зум повторяю что это x25 справляется лучше чем вот этот вот агрегат sony fx3 с родной джем 2 на 120 миллиметров оптикой в x25 и я вам скажу это дорого стоит и это дорого стоит это что яблоко делает тоже к слову это не про iphone 15 про это про iphone 15 про макс iphone 15 про чуть-чуть все таки сливая если обзор еще интересен будет на 15 про макс я планирую сделать обзор через месяца два давайте без хейта если бы я не был блогером я бы никогда не купил себе iphone однозначно приобретал какой-нибудь android устройство но в 1000 раз повторяюсь что огромный плюс данного устройства яблоки погружают топовые смарт раз в год тебе не надо думать когда они следующий раз там ген 3 выйдет snapdragon ген 3 у тебя уже три флагмана сяоми за год притом непонятно что лучше флагманы если обычные пользователи 13 ультра лучше или 13 про или 12 или 11 ультра с внешним экраном а потом его нет или фолды и и вот это вот просто хаос какой-то даже у самсунга линейка понятнее если говорить про рим не то же самое про опыт то же самое они успевают только закидывать в продажу эти новые смартфоны в целом девайсу однозначно бесконечная да по тактильным ощущениям да по программному обеспечению они оборзели я им ставлю двойку из десятки по в плане какой-то юзабилити то есть что с ним можно делать это вот поэтому и до это устройство будущего во всем где то есть лучше но по сумме качеств лучше айфона нет сегодня из тех что я тестировал смартфонов ничего девайса повторяюсь до добра и удачи вам дорогие друзья